Здравствуйте! В эфир телеканал АПС. После летних каникул возвращается информационная еженедельная программа «Городские подробности». Как всегда по воскресеньям мы будем рассказывать о том, чем сегодня живет столица Поморья. В студии Артемий Заварзин и мы начинаем. Внести комплексные изменения в инфраструктуру столицы региона. Так кратко можно сформулировать содержание новой программы развития Архангельска как областного центра. Детали документа накануне обсуждались в региональном правительстве. Участие в совещаниях принимали временно исполняющие обязанности главы региона Игорь Орлов и мэр столицы Поморья Виктор Павленко. Об одной из таких встреч наш сюжет. Долгосрочная и многопрофильная. Такой будет программа развития Архангельска как областного центра, которая в течение пяти лет привлечет средства как федерального бюджета, так и инвесторов, которые последнее время все охотнее вкладываются как в строительство жилья в регионе, так и в развитие промышленности. По мнению главы региона Игоря Орлова, важно, чтобы новый документ решал не только очевидные проблемы, но и работал на перспективу. Для нас главное, то что предложено было Игорю Анатольевичу некоторое время назад, это разработка комплексной программы. Мы за это время, вот уже больше месяца эту программу сделали. Она охватывает все жизни города Архангельска. Одна из самых главных задач программы это приглашение инвестора. Инвестор в этой программе увидит наше финансирование, возможность, скажем, по тем или иным объектам, есть проектно-смертная документация, возможность земельный участок и так далее. И инвестор видит свои перспективы развития. Вот это очень самое главное, то что было предложено Игорю Анатольевичу. Особое внимание в программе уделяется ремонту и расширению автомагистрали областного центра, благоустройству тротуаров. Среди первоочередных задач продолжения реконструкции набережной Северной Двины финансирование всей программы развития областного центра предполагается серьезное, около 6 миллиардов рублей. Мы говорим о всех возможных источниках финансирования и всех участников процесса. Сделать такой комплексный взгляд и показать жителям города, что мы планируем делать, безусловно, будет показано, на что есть деньги и что мы будем делать уже исходя из бюджетных ресурсов, консолидированного бюджета города Архангельска, регионального бюджета, федерального бюджета и где мы приглашаем в сотрудничество частных инвесторов. Городские и региональные власти совместно решают и другой вопрос – создание многофункциональных центров в Архангельске. Сегодня в Поморской столице работает 45 окон МФЦ, необходимо 69. Вопрос о выделении новых помещений будет прорабатываться в ближайшее время. Как продолжится и работа над программой развития Архангельска как областного центра, в которую по итогам совещания будет внесен ряд уточнений, после чего документ отправится на согласование в профильное министерство. Как мы уже отметили, новая программа развития Архангельска как областного центра, несомненно, будет включать в себя и реконструкцию дорожных объектов. Кстати, в этом году больше половины ремонтов автомагистралей Поморской столицы уже завершены. На 14 улицах Архангельска работы выполнялись за счет средств городской казны. В 2015 году на эти цели было выделено около 150 миллионов рублей. В этом году техника подрядчиков вышла на дороги города еще в мае, поскольку все конкурсные процедуры по поручению мэра Архангельска Виктора Павленко были проведены заблаговременно. В итоге первый летний месяц с обновленными встречали проезд сибиряковцев от улицы Теснанова до улицы Тыковылки. Подрядчик предприятия Рэмикс, оно же, проводило ремонт улицы Кировской в Северном округе. Завершилось асфальтирование на улице 23-й гвардейской дивизии на участке от улицы Тимми до улицы Шабалина. Объем работы сколько по деньгам? 22 миллиона. Какие-то трудности возникли, еще больше объемов давайте. Еще больше. Ну вот сейчас выполнять. Выполнил муниципалитет ремонт дороги на набережной на участке от улицы Урицкого до Розы Люксембург. Здесь сколько по метражу и по деньгам? По метражу 12-300 практически, а по деньгам 13 миллионов. Новый асфальт появился на улице Гагарина от обводного канала до улицы Тимми. Завершен ремонт и километрового участка дороги на улице Кедрово в Соломбале. За рулем более уже трех лет, ну и Кедрово тоже более трех лет уже точно не делали. Живу здесь недалеко, вот. Очень рад, что делают. По поручению мэра Архангельска Виктора Павленко специалисты уделяли особое внимание не только качеству дорожных работ, но и графику их проведения. Особенно в часы пик на оживленных магистралях. К такой можно отнести и проспект Труицкий, который также оделся в новый асфальт на участках у театра драмы, а также от Логинова до Садовой с обновлением нескольких перекрестков. Идет речь о том, чтобы и качество дорог существующих улучшать, первое. И второе, развязать, чтобы не было пробок в городе. Свободный канал отремонтировали, да, 20 лет не ремонтируют. Сразу развязала ситуацию, вот, необходимо советских космонавтов. Конечно, у нас есть планы, это было бы очень здорово, сделать все-таки двухстороннее движение по проспекту Ломоносова. Это бы сразу развязало, то есть мы привязываемся к улице Веучейска, и вот от Урицкого бы хотя бы пока этап до улицы Веучейска. Следующий этап уже до Воскресенской. И тогда бы развязка была в центре города очень хорошей. Вот такие планы есть. В планах муниципалитета не точечное, а комплексное обновление дорог, когда ремонтируются не просто участки, а идет полноценное восстановление автомагистралей. На контроле и качество отремонтированного объекта. Оплата подрядчику производится только после приема работы специальной комиссией. Структурированный и грамотный подход к проведению дорожной модернизации определяет главное. Дороги Архангельска будут соответствовать статусу дорог областного центра. И в продолжении темы. Масштабы дорожной модернизации удалось в этом году расширить. Пожалуй, главная причина – дополнительный финансовый импульс, который получил областной центр. Это стало возможным благодаря решению главы региона Игоря Орлова. Средства на ремонт дорог в этом году увеличились. Глава региона Игоря Орлов выделил на обновление улиц столицы Поморья дополнительно из областного бюджета 100 миллионов рублей. В этом году мы запустили ряд проектных работ, в том числе по дорожной сети города. В общей сложности мы направляем в этом году 180 миллионов из бюджета регионального на подготовку документации, чтобы в следующем году этот масштаб работ был гораздо более существенным. Работа продолжается, и я уверен, что она будет заметна и для жителей города, и для гостей. Система, которая сегодня выработана в отношениях с мэрией, она позволяет такими очевидными решениями и шагами реализовывать. Я очень благодарен, пользуясь случаем, хочу Игоря Анатольевича. Он нас услышал, выделил 100 миллионов рублей. Спасибо ему огромнейшее, потому что все-таки столица должна приглядно выглядеть. Я еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что в сложность идет секвесор бюджета и областного, и муниципального бюджета, найдены вот такие деньги, очень благодарен вам, Игорь. Процесс пошел. Процесс пошел. Подрядчики уже положили новый асфальт на проспекте Троицкий, одном из десяти объектов ремонта. На модернизацию главной дорожной артерии города, участка от улицы Карла Липникта до площади профсоюзов из областной казны выделено 20 миллионов рублей. Троицкий нужно ремонтировать, безусловно, потому что, естественно, создает немало, как говорится, неудобств всем, жителям Архангельска, автомобилистам. Первоочередного ремонта требовал и единственный в Архангельске железнодорожный мост. В последний раз его приводили в порядок в 2010 году. Делали ямочный ремонт. Уже готовы 8 тысяч квадратных метров левобережной стороны сооружения. В эти дни в рамках областных 100 миллионов ремонтируются еще три правобережных участка мостовой конструкции. В процессе укладки с архангельным покрытием контролируется его толщина в первую очередь. То есть у нас по проекту на данном участке это 5 сантиметров. Соблюдается вся толщина, то есть это периодически контролируется, не реже, чем каждые 100 метров. Еще один новый объезд в скором времени появится на карте дорожного ремонта в Архангельске. Продолжаются работы в округе Варавино-Фактория. Там специалисты обновляют дорожное полотно на улицах Белогорская и Селикачиков. Фронт работ подрядчика 1 километр 600 метров. Этот участок дороги очень важен, поскольку является дорогой до Малых Карел. Активное направление туристической деятельности гостей города и излюбленное место отдыха горожан. С 17-го числа был подписан контракт с мэрией Архангельска. И с 17-го числа мы заехали на участок, начали работы по срезке покрытия. Надеемся, завтра закончим фрезерование и начнем работы по укладке асфальтобетонной смеси. Гарантия на такой ремонт до 5 лет, как, впрочем, и на все дороги областного центра, которые в этом году приведут в норму, благодаря выделенным главой региона 100 миллионам рублей. Но системная модернизация дорожной инфраструктуры предполагает переход от текущего к капитальному ремонту дорог, что серьезно увеличит срок их службы. А для этого необходима долгосрочная программа, такая как программа развития Архангельска как областного центра. Сейчас уточняется программа областного центра в новом формате. Это программа, комплексная программа, в которой огромнейший блок содержится. Это капитальный ремонт дорог, развязок. А проект смертных документаций сегодня у нас порядка, наверное, на 3 миллиарда рублей. Думаю, что долгосрочная программа как раз даст нам возможность эти проблемы решать в системе, приглашать инвесторов к решению этих проблем. В проекте программы, разработанной мэрией Архангельска, по предложению губернатора Игоря Орлова, новая развязка на съезде с железнодорожного моста, расширение проспектов Московского и Ленинградского, капремонт дороги в Северный округ, а также ремонт внутриквартальных проездов и дворов. Обновления на областные средства ждут дороги на улицах Теснаново, Бадигино, Самойло, окружное шоссе, участок дороги на пересечении улицы Тиме и Воскресенской, а также советских космонавтов от улицы Воскресенской до Гагарина. На ее капитальное обновление выделено 26 миллионов рублей. Все ремонтные работы на дорогах областного центра будут завершены к концу сентября. В Архангельске продолжаются ремонты и работы по благоустройству. В Северном округе их ход оценил мэр поморской столицы Виктор Павленко. Работы по укладке тротуарной плитки на улице Химиков почти завершены. И уже сейчас видно, что это будет полноценная пешеходная зона. Ее площадь 530 квадратных метров. Нормально ходить, чтобы нормально было. Все к лучшему. Перемены к лучшему оценил и мэр Виктор Павленко. Стоимость работ 700 тысяч рублей. Однако городоначальник сделал окружной администрации важное замечание. Тротуар должен стать не просто набором плиток, а настоящей благоустроенной аллеей. Еще раз говорю, под гребенку тут выровнено до конца, чтобы дети шли в школу по аллее. Договорились? Будет аллея к этому комплексу, к школе, и к стадиону. Такая очень важная проходная аллея. Пешеходные тротуары на уже в асфальтовом исполнении появляются и в другой части округа, у социальных домов на улице Конзихинской. Там также будут обустроены проезды, площадки под контейнеры и проложена ливневая канализация. Вот выполнено на 80%, примерно, почти, 90% выложено первого слоя асфальта по всей площади. Ну, две недели осталось, две недели закончим, я думаю, что, в принципе, работа неплохо идет. Юлия Веденеева въехала в свой дом два года назад. За это время она сполна оценила преимущества новостройки. Спасибо большое. Вы даже зимой, зимой, с открытой папочки спрашиваете? То есть тепло. Жарко. Не сбавлять рабочие темпы, строго соблюдать все технологии. Такую задачу подрядчику поставил мэр Архангельска. Ну, прежде всего, здесь у нас были обязательства, которые мы сейчас выполняем по микрорайону Конзихинской улицы. Здесь шесть новых домов по переселению светкоаварийного жилья и гарантийное обязательство сделать благоустройство. Вот сейчас проверяю это благоустройство. Сумма контракта большая, 13 миллионов рублей, ну и объем работы большой. Завершить работы по благоустройству на улице Конзихинской специалисты планируют в начале сентября. Продолжается в Архангельске и подготовка к грядущему отопительному сезону. Идет ремонт на теплосетях, а также на городских локальных котельных. Запас угля создается, капитальный ремонт завершается. Котельная на Лахтинском шоссе готова к зиме более чем на 75%. Осталось лишь закончить установку одного из котлов. Три новых уже в работе. Клотрассы поменены, большая часть. По теплосети и трубопроводы ГВС. То есть к зиме готово? Практически, да. Практически, да. Что осталось еще делать? Такие мелкие работы. По топливу? По топливу сейчас. Хорошего качества привозят. Вовремя. Запас топлива 30 тонн угля на 10 суток. Все по нормативу. Котельная на Лахтинском шоссе обслуживает более трех тысяч жителей. Для стольких же горожан трудится и котельная на улице Клепача. Ее специалисты не без гордости докладывают мэру Виктору Павленко о завершенном капитальном ремонте четырех теплоагрегатов. В плане еще один. Обуровка третьего котлана полностью. Десяток тысяч кирпичей надо положить. Так что работа много еще. Очень важно, что сегодня Архоблэнерго, в которой находится котельная в аренде, это все-таки структура правительства области. И это сразу чувствуется, что и по поставке топлива, и по комплектующим. Хотя мы сегодня вместе боремся с тем, что задолженность ТГК-2, она больше 300 миллионов рублей перед Архоблэнерго. И несмотря на это, все-таки идут работы капитального характера. Наверное, небывалый случай, что мы в конце июля, начало августа уже имеем готовые котельные. Раньше это происходило в конце только августа. Ремонт теплотрассы Надзержинского на этот раз обошелся без отключения горячей воды. Такую задачу поставил мэр Архангельска Виктор Павленко перед ТГК-2, которая заменила участок теплотрассы без причинения неудобств жителям рядом стоящих домов. Сегодня сварка новых трубопроводов уже завершена. Диаметр тысячи камер, иду камер. То бишь, скользящие опоры, все менялось так же, инсцелировалось, красилось. Каждый стык под просвет. Под дорожным полотном идут работы и на обводном канале между улицами Шубина и Комсомольская. Здесь также необходимо заменить полкилометра теплосетей. Кстати, новые трубы будут большего диаметра, что позволит увеличить их пропускную способность для подключения новых домов. Сейчас будет применена новая технология, будут уменьшены тепловые потери и значительно увеличена надежность. Сегодня встретить зиму уже готово более 800 домов областного центра. Мэрия Архангельска в ежедневном режиме контролирует как ремонт теплосетей, так и котельных, особенно на островных территориях. Главная задача всех специалистов – строгое соблюдение графика работ. Подготовка к зиме идет плановым порядком, работает соответствующая комиссия. Раз в неделю она собирается, подводит итоги. Все идет в графике. Сегодня я посмотрел ход работы ТГК-2. Это в городе наиболее масштабные такие работы. Работы по перекладке труб, они завершаются. Значит, вопросы благоустройства. Все вопросы с ТГК-2 решены. В части перекладки и в части благоустройства заключены соответствующие договора. Так что идет в графике. Уверен, что мы зиму встретим достойно. На островные территории идет завоз топлива, уголь. В основном это бревенья, кегистров, хабарка. Все идет по плану. Все работы по подготовке к зиме, связанные в том числе с заменой сетей под дорожными полотнами, специалисты планируют завершить в начале сентября. При этом полностью благоустроив территорию. Завершить все ремонты на теплосетях до 30 августа. Сделать все, чтобы накануне нового учебного года к горячей воде был подключен весь жилфонд и объекты социальной сферы города. Такую задачу поставил мэр Архангельска Виктор Павленко. Работы по подготовке к новому отопительному сезону ведутся в каждом районе города. Вот как прокомментировал ситуацию заместитель мэра Архангельска по городскому хозяйству Святослав Чиненов. По нашей оценке в 2015 году межотопительный сезон проходит более активнее и более эффективнее. Для сравнения в 2014 году по нашей оценке подготовка города была на уровне в районе 50%. По сегодняшним оперативным данным средний процент готовности выше 60%. Что бы хотелось отметить, согласно методике оценки готовности муниципальных образований к предстоящей отопительной зиме, оценивается более 30 показателей. Основные показатели, которые у всех на слуху, это показатели готовности многоквартирных домов, показатели готовности энергетического оборудования и различных коммуникаций, сетей, которые непосредственно поставляют теплоносители уже потребителям. На данный момент необходимо подготовить более 4300 домов к предстоящей отопительной зиме. Это и деревянный жилищный фонд, это и каменные дома, пятиэтажки. На данный момент более 2500 домов подготовлено на 100%. Порядка 1400-1500 домов подготовлено, имеет степень готовности более 80%. И есть группа домов, это, как правило, деревянный жилищный фонд. Сейчас эти дома предъявляются надзорным органам, энергетикам на предмет выполнения тех регламентных работ, которые необходимо выполнить перед началом отопительного сезона. Мы уверены, что к началу отопительного сезона, это традиционно у нас, как правило, первая-вторая декада сентября, все объекты, которые необходимо отапливать, будут готовы. И те работы, которые будут продолжаться, они не будут влиять, скажем так, на надежность работы системы теплоснабжения. И то, какие будут погодные условия, исходя из этих погодных условий, все объекты включатся в отопительный сезон. Хотелось бы отдельно отметить, что система образования у нас еще готовится. Да, очень значимые вопросы, детские сады, школы, иные учреждения социальной направленности. У них процент готовности, скажем так, выше, чем многоквартирные дома, средний процент готовности по объектам социалки составляет более 85%. То есть, работы продолжаются. Нам необходимо подготовить порядка 155 объектов социальной сферы, из них 100% готовность имеет уже более 130 объектов. Ну, с социальными учреждениями проблем, собственно, никогда не возникало. То есть, как правило, к 1 сентября все готовы, а вот с домами ситуация все-таки несколько иная, и во многом это зависит от родивости управляющих компаний. Вот в этом году есть ли аутсайдеры, кто-то себя не очень хорошо зарекомендовал, какие-то санкции к ним применяются? Все управляющие компании, вне зависимости от того, работают они на деревянном жилищном фонде, работают на островных территориях, работают в центре города, подготовка идет, в принципе, стабильно. Да, это отмечается, скажем так, и со стороны нашей большой энергетики ТГК-2, и со стороны малой энергетики локальных котельных, что все управляющие компании работают, скажем так, в соответствии с утвержденными планами. Главы округов в постоянном контакте находятся с руководством управляющих компаний. И, естественно, у нас есть такой довольно-таки серьезный рычаг, это муниципальный жилищный контроль, который по поручению штаба, по поручению, значит, департамента городского хозяйства, по обращению глав, выходит, значит, на осмотр непосредственных многоквартирных домов, где принимаются, скажем так, управленческие решения. Так, сначала, поскольку у нас муниципальный жилищный контроль работает не только в межотопительной сезонной работе, в течение всего, скажем так, календарного года, так, с начала года было выполнено порядка, значит, 500 проверок и составлено более, значит, 50 протоколов о административных нарушениях, которые влекут за собой определенную ответственность. То есть, либо это директор управляющей компании, либо это юридическое лицо. Здесь у нас, как бы, рычаг довольно-таки ощутимый, и управляющая компания, как правило, прислушивается, то есть, готовится предписание, по этим предписаниям необходимо выполнять те или иные нарушения, и если, значит, управляющая компания не выполняет эти предписания, то мы вынуждены обращаться в суд. И уже через судебные станции мы понуждаем ту или иную организацию выполнить те требования, которые предъявляются в соответствии с действующим законодательством. А вот удается ли найти какой-то рычаг воздействия на предприятие ТГК-2? Имею в виду просроченную задолженность, да, значительную, более 140 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Все ли это, в общем-то, звучит эта цифра, ТГК-2, каким-то образом ситуация решается, и не повлияет ли это как-то на подготовку? Ну, ТГК-2 – это большая энергетика, это, скажем так, самодостаточная организация, которая является, в соответствии с постановлением мэрии города Архангельска, едино-теплооснабжающей организацией на территории города, вне зависимости от того, где имеется энергетическое оборудование ТГК-2. То есть, ТГК-2 работает как по центру города, так и по нашим окраинам, по островным территориям. Значит, и ТГК-2 является на этих территориях, скажем так, покупателем тепловой энергии, которую покупают в основном от локальных котельных, которые эксплуатируют компания «Архублэнерго», которая, в свою очередь, 100% принадлежит политику Архангельской области. Имеются некие трудности в части финансовых взаиморасчетов, эту проблему мы знаем, эта проблема также обсуждается регулярно в наших штабах, и этот вопрос выносился на межрежностную комиссию правительства Архангельской области с точки зрения обсуждения и поиска путей и выходов из этой ситуации. Да, эта ситуация, несомненно, влияет на темпы, скажем так, подготовки «Архублэнерго» к предстоящему отопительному сезону, но что бы хотелось бы сказать, сейчас предприятие за счет своих внутренних резервов все равно работу ведет. Средний процент готовности по котельным, скажем так, 100% готовность котельных у нас составляет порядка 10 объектов, остальные котельные у нас там средний процент готовности порядка 50-80%. Но те работы, которые сейчас выполняются на котельных, те регламентные работы, они все равно позволят в установленный срок начать отопительный сезон. Да, проблема взаиморасчетов имеется. Эти компании, в принципе, уходят в правовое поле, то есть начинают взыскивать друг друга. Понятно, что ТГК-2 декларирует, что ей должны управляющие компании, и поэтому она не может рассчитаться. Вот вы уже отметили, что неоднократно собираются совещания в мэрии города с участием мэра Архангельска. И вот на одном из совещаний городоначальник поставил задачу завершить все работы до 30 августа, чтобы в преддверии нового учебного года к горячей воде был подключен жилфонд и объекты социальной сферы города. Вот будет ли это распоряжение выполнено, и каковы сроки подключения к ТГК? Ну, что хочу сказать в самом начале. Отопительный сезон начинается в соответствии с теми требованиями, которые устанавливают инструкции по началу отопительного сезона. То есть, отопительный сезон, он, скажем так, обязанность начать его, когда в течение пяти дней температура окружающего воздуха не поднимается выше плюс 8 градусов. Ну, уже из опыта, да, все горожане знают, что, как правило, там, сентябрь начинается, и уже в социальных учреждениях некомфортно. Вот. Я уверен, уверены мои коллеги, и мы эту ситуацию тоже контролируем, что 1 сентября все объекты социальной сферы будут готовы к принятию теплоносителя. А энергетикам, ну, это их бизнес, да, это их деньги, и чем раньше они начнут отопительный сезон, и чем позже они его закончат, значит, тем больше они заработают своих денежных средств. Соответственно, и энергетики, это, в первую очередь, ТГК-2, Архоблэнергория, ответственных котельных, они все будут готовы к подаче теплоносителя. Тем более, значит, у нас с 22 августа начинаются последние гидравлические испытания, которые будет весь город проходить гидравлику в течение, там, пяти дней. И 28 числа, 28 августа, я думаю, что все участники процесса топительного сезона будут готовы получать теплоноситель. Но опять же, будем смотреть, какая будет погода на улице. На прошедшей неделе в Архангельске был создан Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества. Возглавил его глава региона Игорь Орлов. А в состав совета, наряду с видными учеными и общественными деятелями региона, вошел мэр поморской столицы Виктор Павленко. В Архангельских гостиных дворах прошло первое заседание Попечительского совета о его первостепенных задачах. Елена Матвеева. Утверждение плана работы, а именно ему было посвящено первое заседание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества – дело куда как важное. Особенно сегодня, когда президентом России ставится четкая задача – воспитывать настоящих патриотов. Это, с одной стороны, некая даль традициям и возвращение к тем важным скрепам, о которых говорил президент в своем послании. А с другой стороны, это еще и ответ на те, вызовы, которые сегодня бросаются, предлагаются нашему обществу. Сегодня перед нами стоит задача защитить свою историю, защитить свои духовные, культурные ценности. Попечители единодушны. Важно создать в каждом конкретном городе своего рода патриотический микроклимат, когда каждая музейная выставка, каждая акция будут закреплять в памяти поколений достижений России и ее мощь. И в этом плане Архангельску есть чем похвастаться. Очень много акций военно-патриотического характера проходит в городе Архангельске. Это военно-патриотические лагеря, теходетские корпуса, это школы юнг и так далее, целый спектр и целая программа военно-патриотического воспитания. Поэтому, конечно, город Архангельск не случайно находится в центре действительно военно-патриотического воспитания России, я бы сказал, но любовь к Отечеству, защита Отечества, служение Отечества. Эти постулаты, которые были и есть вечными, и поэтому их необходимо прививать молодежи, что мы и делаем все эти годы. Виктор Павленко считает, что создание попечительского совета будет способствовать тому, что военно-патриотическая работа будет вестись системно в рамках всей Архангельской области, а положительный опыт аккумулироваться в созданный муниципалитетом областного центра патриотической газете Архангельска город воинской славы. Кроме того, сегодня в Поморской столице правительство региона совместно с Российским военно-историческим обществом разрабатывают экскурсионный курс «Архангельск – город воинской славы». Архангельск и его история, она тесно, неразрывно связана с историей всей России. Это все воспитывает уважение у жителей Архангельской области к своей земле, это все воспитывает уважение и любовь у всех жителей России к своей родине. Что касается ближайших планов, то среди них 75-летие со дня прибытия в Архангельский порт первого союзного конвоя «Дервиш». Этот большой юбилей Россия отметит в следующем году. Впрочем, уже в 2015-м в Поморской столице будет открыт памятник северным конвоем. Приедет посол в Великобритании, посла Соединенных Штатов, участники северных конвоем – англичане, американцы, из Санкт-Петербурга, с Москвы, наши. То есть, было порядка 40 человек. Это событие такого, получается, международного значения. Они от 1 сентября посетят военные моряки школы. Наши вот эти все события, они как раз стали бы основой для начала нашей работы Победительского совета. Установка мемориальных досок, экскурсий по местам боевой славы, вахты памяти и развития поискового движения. План работы регионального отделения военно-исторического общества полон не просто акциями, гордостью за подвиги наших земляков, памятью, курс на которую взят и сбиваться с которого – историческое преступление. В Архангельске готовится открыть свои двери детский сад на улице Розы-Люксембург. Его реконструкция вышла на завершающий этап. Проект совместно реализуют городские и региональные власти. 117-й детский сад «Веселые звоночки» начинал работу как ведомственный. После закрытия несколько лет пустовал. Затем объект был включен в федеральную программу строительства и реконструкции детских садов. Введение встроенного учреждения – это часть большой работы по обеспечению малышей местами в детских садах. Мы сегодня вправе гордиться нашими показателями в системе дошкольного образования. 99% решенных задач по обеспечению местами в детских садах – это правильно. 8 детских садов мы уже сдали, в этом году сдадим еще 12. В их числе и детский сад «Веселые звоночки» и учреждения сможет принять и 220 юных архангелогородцев. Работу по новым местам в детские сады мы уже ведем планомерно в течение уже 8 лет. Первое, что мы сделали, конечно, это выкуп детских садов, которые находились в вином ведении, возвращение в систему дошкольного образования, их ремонт. И за эти годы мы один, а то и два детских сада возвращали в дошкольное образование. И вторая большая тема была – это внутренние резервы детских садов, мы убрали административные помещения. В итоге за совершенно небольшие деньги нам удалось открыть 3000 детских мест уже за счет внутренних резервов. Ну, кроме того, строительство новых детских садов. В Соломбале мы в Северном округе мы пошли по пути частного государственного партнерства. Ну, конечно, дорожная карта, федеральная программа очень помогла в части ремонта детских садов. Мероприятия дорожной карты в ближайшие годы помогут создать в Архангельске более 2000 новых мест в детских садах. Таким образом, очередь дошкольного учреждения для детей от 2 до 7 лет будет ликвидирована. Продолжая реализацию первого этапа дорожной карты, Архангельский муниципалитет подал в федеральную программу заявку еще на три объекта. Особая потребность есть в Соломбале, и мы там будем строить детский сад, даже, может быть, два детских сада. Один на 200, там, с чем-то мест, 220, наверное, типовой. Вот, второе, 140 мест. И Майская горка, район там развивается, необходим тоже детский садик. По социальному партнерству со строителями они нам подарили, подготовили, подарили проект. Мы его привязываем сейчас к месту. Это на 300, 320 ребятишек. Вот ближайшая задача, которая решает город Архангельск. Что касается приема малышей в детский сад «Веселые звоночки», то он продолжается. Родителям следует подавать заявление в департамент организационной работы мэрии по адресу проспект Троицкий, дом 64, кабинет номер 6. Помимо ввода в эксплуатацию этого детсада, мэрия Архангельска также планирует открыть дополнительно 5 групп в действующих детских садах. Это позволит обеспечить местами еще 110 малышей. Ну а сейчас об уже действующих детсадах и школах поморской столицы и готовность к 1 сентября проверил мэр Архангельска Виктор Павленко. В 22-й Архангельской школе меняют пол, столовые и коридоры на первом этаже. Подрядчик обещает завершить все работы к 25 августа. За это время полностью было разобрано существующее и аварийное покрытие. Деревянные балки два дня назад бетонировали. По договору, по контракту срок гарантии 5 лет. Я лично могу дать гарантию лет 20, не меньше. Готовится к 1 сентября и начальная школа сад номер 77. В новом учебном году здесь откроют три дополнительные дошкольные группы на 75 малышей. Были проведены в коммуникации, это система отопления, система водоснабжения и косметический ремонт групп. В прошлом году за счет дополнительных средств, выделенных из городского бюджета, пищеблок детсада приобрели новую вытяжку. В этом году Виктор Павленко пообещал помочь в установке пластиковых окон. Может быть, что-то с экономией получится, просить здоровье с резервного фонда, и мы меняем окна. Мэр Архангельска заглянул и в гости к воспитанникам детского сада «Радуга». Его посещают 300 малышей. Еще 80 пополнят ряды дошкольного учреждения в этом году. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ой, молодцы! Сказочное настроение царит и в самом здании, где есть даже фонтан. Уже завершена подготовка к новому учебному году. Отремонтированы несколько групп спален, отремонтированы у нас две групповые комнаты в текущий ремонт. Замена линолеума у нас произошла в первой группе. Вот в этой ясельной геностеневой навес был поставлен в этом году. В рамках предписания противопожарные лестницы отремонтированы, перила поставлены. За последние годы в столице Поморья открыто 8 новых детских садов, а в действующих создано более 2500 дополнительных мест. Вот в этом году мы открываем 5 групп, это 120 ребятишек. Мы эту работу продолжим. Есть еще в городе детские сады, которые находятся в коммерческих организациях, и в наших учреждениях другого профиля. Мы постараемся без ущерба все-таки вернуть их в систему дошкольного образования, потому что, как ни говори, все-таки капитальный ремонт и перестройка дешевле гораздо, чем строить детский сад с нуля. Потому что в таких детских садах там себестоимость, может быть, там 300 тысяч на ребенка, тоже большие деньги, чем там миллион 200 в наустроившемся детском саду. Чтобы все школы и детсады Архангельска встретили 1 сентября во всеоружии, из городского бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Сумма немалая. Задача наиважнейшая. Учебный процесс в школах и детских садах должен начаться вовремя. В Архангельске продолжается реконструкция стадиона детской спортивной школы номер 6 в Северном округе и строительство перинатального центра на территории Архангельской областной больницы. Эти объекты накануне посетили временно исполняющие обязанности губернатора региона Игоря Орлов и мэр Архангельска Виктор Павленко. Реконструкция стадиона в Северном округе началась в 2013 году. Это совместный проект правительства региона и мэрии областного центра. На площади в 20 тысяч квадратных метров большая часть работ об устройстве поля хоккейных и баскетбольных коробок уже сделана. Скоро будут готовы и беговые дорожки. Современное оборудование, а также специальная техника для содержания поля будет закуплено на 4,5 миллиона рублей сэкономленных при проведении торгов. Решение об этом приняли мэр Виктор Павленко и глава региона Игорь Орлов. Я дам тогда поручение, что все экономные средства нам надо вернуть сюда. Оборудование надо покупать. Хотя бы какой-то трактор с оборудованием. В первую очередь нужен трактор, чтобы поле содержать, дорожки беговые, и второе оборудование для легкоатлетики. Общими усилиями мэрии Архангельска и правительства региона новый спортивный комплекс откроется для северян уже этой осенью. А это будущий перинатальный центр, рассчитанный на 130 коек с несколькими родильными залами, операционной для новорожденных. Ежегодно учреждение сможет принимать более 2,5 тысяч родов. На объекте уже завершено устройство фундамента. Решился вопрос и с коммуникациями на территории строительства. К ноябрю специалисты должны приступить к отделочным работам и монтажу внутренних инженерных сетей. План есть, план намечен. Будем, конечно, стремиться к тому, чтобы его реализовать. В следующем ноябре нам нужно будет сдать готовый объект. Конечно, это требует действительно таких очень серьезных усилий. Надеюсь, что все участники их реализуют этим планом. Строительство перинатального центра – это еще один пример сотрудничества региональной власти и Архангельского муниципалитета. Учреждение уже включено в проект новой программы развития города как областного центра. Мы рады, что в городе Архангельске этот центр строится на средства федерального и областного бюджета. От нас зависят и другие вопросы. Вопросы вовремя подключения, согласования, благоустройства и так далее. Мы здесь тоже будем вместе. Новый документ – программа развития Архангельска как областного центра будет окончательно сформирован 15 августа. Программа предусматривает реконструкцию дорог и создание новых развязок, модернизацию водопроводно-канализационных сетей и открытие новых учреждений здравоохранения, а также продолжение строительства детских садов. О готовности школы и детских садов к новому учебному году мы говорили с заместителем мэра Архангельска по социальным вопросам Ириной Орловой. Вашему вниманию предлагаем отрывок из интервью. Традиционно уже в Архангельске было применено несколько форм организации летнего отдыха детей. И прежде всего это, конечно, лагеря с дневным пребыванием. И надо сказать, что в 58 лагерях с дневным пребыванием за прошедшее лето, а оно уже, можно так сказать, прошло, отдохнули 4195 юных архангелогородцев. Это больше по сравнению с 2014 годом. То есть это говорит о том, что данная форма отдыха, она родителями востребована, и, конечно же, прежде всего для младших школьников в первый летний месяц в июне. Но наши лагеря работали и в июле, и в августе. То есть при необходимости мы эту форму, эту услугу предоставляли родителям во все летние месяцы. Кроме этого, конечно же, самая, наверное, любимая ребятами форма отдыха – это специализированные профильные палаточные лагеря. 17 профильных лагерей было организовано силами города Архангельска, 10 передвижных туристических, 7 стационарных специализированных. Порядка более полутысячи ребят отдохнули в этих лагерях. И, конечно же, самый любимый из этой категории лагерей – это лагерь «Архангел», который отработал 4 смены. Лагерь расположенный на острове Краснофлотский, палаточный, военно-патриотический. Лагерь очень полюбился юным архангелогородцам, мальчишкам. И на сегодня уже мы прорабатываем вопрос открытия смен не только для мальчиков, но и с участием девочек, потому что желающих среди девчонок тоже оказалось очень много. И я думаю, что за этим лагерем большие перспективы. Ну и традиционная форма отдыха юных архангелогородцев – это загородные, стационарные лагеря. В этих лагерях у нас отдохнуло на сегодняшний день, вот мы, подводя итоги летних месяцев, можем сказать, более 4,5 тысяч архангелогородцев. Это на 21% больше, чем в 2014 году. Но еще до 18 сентября мы будем принимать документы от родителей и работодателей на оплату проезда в загородные лагеря. И пользуясь случаем, хотелось бы об этом напомнить тем, кто еще не успел бы сдать нам документы. И тогда мы подведем уже окончательный итог, сколько ребят воспользовалось отдыхом именно в загородных лагерях, потому что за счет городского и областного бюджетов мы оплачиваем путевки родителям для того, чтобы они смогли были отправить своих детей в эти лагеря. Ну и чем может быть лето 2015 года отличается от предыдущих всех летних каникул? Это наш городской достаточно масштабный проект «Летний марафон». Это работа учреждений культуры с теми детьми, кто свои каникулы проводил дома, кто не уехал ни в лагеря, ни к бабушкам отдыхать. И ребята смогли побывать у нас во всех культурных центрах города. Был выпущен специальный сборник, интернет-вариант его был на сайте. Очень читаем оказалось, он очень востребован. И благодаря вот этому мини-путеводителю архангельские дети могли вместе с родителями посмотреть каждый день, в каком культурном центре, что у нас происходит, в какой библиотеке проходят мероприятия и в них побывать. К первому сентября вот сейчас мы подводим итоги, все культурные центры проводят статистику. Я думаю, на следующей встрече мы можем эту цифру обозначить. Но то, что эта форма оказалась успешной и удачной, сегодня уже можно сказать смело. Ну, надеюсь, что эта форма во многом помогла ребятам подготовиться и к новому учебному году, уже завтра он стартует. Все ли школы готовы? Как готовились наши школы к первому сентября? На протяжении уже нескольких лет школы города Архангельска к первому сентября имеют стопроцентную готовность, потому что на первое сентября мы традиционно завершаем работы капитального и текущего характера. Мы подводим итоги по готовности наших средств безопасности, средств пожаротушения, первичные технические средства охраны, то есть видеонаблюдения. Это все у нас также готово, и специальные комиссии в последние, вот сейчас августовские дни проводят приемку школ. В эти комиссии входят представители всех надзорных органов, представители территориальных округов, представители департамента образования, и они дают оценку готовности образовательных учреждений. Детские сады, ситуация с ними как обстоит, и, собственно, ремонты в них также проводились? Все детские сады, все учреждения дополнительного образования, спортивные школы, школы искусств, они также у нас подготовлены к началу учебного года, но в детских садах учебный год и период пребывания детей, он не прекращался даже в летнее время. Надо сказать, что уже на протяжении двух лет, 14-15 год детские сады у нас не закрываются на длительное время на летние каникулы, потому что эта услуга очень востребована родителями, и родители хотят ребенка и в летний период водить в детский сад. Да, там не ведется достаточно большой образовательный процесс, но развивающий присмотр и уход, конечно же, это все работало. Но, тем не менее, мы смогли все детские сады подготовить к началу зимнего периода прежде всего, и мы готовы уже к приему теплоносителя, и я надеюсь, что как только погодные условия будут нам это диктовать, мы сделаем это. И, конечно же, наши школы искусств, спортивные школы тоже готовы, дома детского творчества тоже готовы к встрече юных архангелогородцев на 2015-2016 учебный год. Ирина Васильевна, знаю, что в этом году удалось открыть дополнительно 5 групп в детских садах на 110 мест. Как удалось это сделать, и в целом, как решается вопрос с местами в детских садах? Ну, надо сказать, что на 2015-2016 год в детские сады направлено 4,5 тысячи детей. Если вспомнить историю, то, наверное, года 3 назад мы говорили о цифре 3,5 тысячи детей. То есть на тысячу детей мы в плановом уже порядке направляем больше в детские сады. Это все дети, достигшие трехлетнего возраста на 31 декабря 2015 года. Опять же, возвращаясь в историю, раньше мы говорили о достигших трехлетнего возраста на 1 сентября. Сегодня даже тех ребяток, которым не исполнилось 3 года на 1 сентября, они вот родились в сентябре, октябре, ноябре, мы их всех обеспечили местами в детских садах. В том числе, вот в числе этих 4,5 тысяч, около 300 детей мы в этом году смогли направить в детские сады в возрасте от полутора до трех лет. Конечно, это прежде всего льготные категории граждан. Но, в общем-то, мы смело можем констатировать тот факт, что указ президента о предоставлении детям в возрасте от трех лет и старше мест в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитет выполнил. И к 2016 году мы смело заявляем, что на 100% мы всех детей местами обеспечили. Да, действительно, мы открыли пять дополнительных групп. На это были предусмотрены средства городского бюджета. Во всех группах к 1 сентября у нас сейчас уже завершился ремонт. Группы оснащены оборудованием, игровым, поставлена новая мебель, приняты на работу новые воспитатели, нянечки. То есть уже сформированы списки, и мы ребяток уже направили на медицинские комиссии, и они у нас начнут с 1 сентября, кто-то с 5, кто-то с 7, 8, 10, начнут поэтапно поступать в эти группы. Кроме этого, мы с нетерпением ждем, и я надеюсь, что на днях состоится открытие детского сада на 280 мест на улице Розы-Люксембург. Это детский сад «Веселые звоночки» за номером 117. Этот детский сад правительство Архангельской области планирует и передает в собственность муниципалитета. У нас уже сформированы тоже списки детей, и я надеюсь, что в ближайшее будущее этот детский сад у нас откроется. Но мы не стоим на месте. И на 2016 год мы также планируем для себя работу по открытию дополнительных мест. И если в 2015 году с учетом вновь открываемого детского сада у нас будет 609 мест дополнительных, то мы планируем примерно 150 мест открыть на 1 сентября 2016 года. То есть уже такие планы есть. И дополнительно 7 групп у нас появится в детском саду. В детском саду, который создан при школе номер 5, в детском саду при школе номер 93. И у нас завершится переход школы-сад 77, статус детского сада. И в этой школе также будут открыты дополнительные группы. Таким образом, я думаю, что мы постараемся еще более снизить проблему с предоставлением мест детям в возрасте от 2,5 до 3 лет. Ну а если нам удастся в 2016-18 годах еще и построить детский сад в округе Соломбальском и Майской горки, то таким образом можем смело сказать, что проблема для предоставления мест детям в возрасте с 2 до 3 лет будет решена в городе Архангельске также на 100%. Вот такие наши планы. Далее речь пойдет о спортшколах и только что открытых комплексах, в которых в новом сезоне будут заниматься наши дети. А таких объектов за последнее время в Архангельске появилось немало. Возведение большинства из них стало возможным при взаимодействии городской и региональной властей. Когда-то в этих помещениях были мастерские и профтехучилища, но вот уже год здесь современные снаряды, турники и сотни спортсменов. Спортшкола «Каскад» при поддержке мэрии Архангельска открыла в Маймаксе два зала – тренажерный и для занятий единоборствами. Мне очень нравится, особенно зал большой, хороший. Проект спорткомплекса был реализован в рамках специальной городской программы. Финансирование из муниципального бюджета составило более 3,5 миллионов рублей. Хочу поблагодарить Виктора Николаевича за то, что предоставил им такую возможность здесь, ну скажем, развернуться. Мы полностью переделали внутреннее помещение, открыли два зала, ну скажем так, для Маймаксы, наверное, наиболее актуальные виды спорта – это единоборство и зал атлетики, где мужчины и женщины могут приходить, дети заниматься. Заниматься не только тяжелой атлетикой, но и футболом, баскетболом, и даже упражняться в пулевой стрельбе смогут и жители Исокогорки. В местном детско-юношеском спортивном центре заканчивается грандиозная реконструкция. При поддержке муниципалитета учреждение стало участником федеральной программы. На полученные средства – 11 миллионов рублей – удалось приобрести новое оборудование, в том числе единственное на территории региона покрытие для игры во флорбол. Я хочу сказать, что у нас не просто сохраняется спортивная база, но за счет того, что идет планомерное увеличение финансирования, нам позволено этими средствами воспользоваться для того, чтобы уже восстанавливать ту базу, которую мы потеряли в 90-х годах. Поэтому мы видим современные спортсооружения в существующих детских спортивных школах. Мы восстанавливаем спортсооружения там, где мы бы их потеряли, например, остров Кега, мы восстановили грибную базу. Все это приводит к тому, что мы с каждым годом увеличиваем количество занимающихся. Мы увеличиваем количество видов спорта, которые у нас есть в детских спортивных школах. И количество занимающихся у нас за последние 5 лет выросло на 50%, то есть с 5 тысяч до 7,5 тысяч. Число спортсменов выросло и в округе Воравина-Фактория. В местной спортшколе имени Павла Усова появилась современная спортивная площадка. Ее открытие стало возможным благодаря участию муниципалитета в федеральном социальном проекте. По поручению мэра Архангельска Виктора Павленко в акцию активно включились все муниципальные учреждения образования. Заниматься можно будет на брусьях, на перекладинах. Установлен такой тренажерный комплекс. Для всех возрастов, я думаю, каждый найдет себе свое физическое упражнение. Этим летом в округах поморской столицы появилось несколько спортивно-развивающих комплексов. Для правительства области и мэрии Архангельска это одно из направлений совместной работы. Это сегодня государственная политика. Поэтому строим площадки. Уже около сотни спортивных площадок построено. Развиваем секции, дополнительное образование. Еще один объект муниципалитет и региональное правительство реконструируют в Северном округе. В скором времени там появится стадион с футбольным полем и несколькими спортивными площадками. Комплекс откроет двери для любителей тенниса, баскетбола и даже тяжелой атлетики. За спортивными баталиями смогут наблюдать и зрители. Муниципалитет выделил дополнительно более 16 миллионов рублей на капитальный ремонт трибуны. Чуть больше года назад город Архангельск вошел в федеральную программу развития физкультуры и спорта в Российской Федерации. И в рамках своей программы развития физкультуры и спорта в городе Архангельске мы получили финансирование достаточно большое, 135 миллионов рублей, на строительство стадиона здесь в Северном округе. Работы близятся к завершению. Вопрос стоял в прошлом году укладки на зиму искусственного покрытия на этом стадионе. Но все-таки мы решили, обратились в правительство области, нас поддержали. Ассоциация наша спортивная по футболу оценивает очень высоко, проверила качество. Доволен, строители отработали хорошо. Но будем ждать официальное открытие этого спортивного комплекса. Архангелогородцы этого дня ждут, как ждали в свое время открытие футбольной площадки у 24-й гимназии. Подобные расположены еще у нескольких школ Архангельска. Хорошая традиция открывать новые спортивные объекты, открывают и новые спортивные горизонты. В этом году в Поморской столице после долгого перерыва впервые прошел летний турнир по мини-футболу. Не исключено, что при таком стремительном развитии физкультуры и спорта в Поморской столице имена архангельских спортсменов прозвучат и на мировых чемпионатах, и на олимпийских аренах. День военно-морского флота, годовщина создания воздушно-десантных войск и День физкультурника давно стали традиционными праздниками для северян. О главных летних событиях Архангельска в материале Александра Липуновой. Один из самых любимых северянами праздников – День военно-морского флота России. Торжества в этот день начались с возложения цветов к памятнику нашего земляка, Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. А на площади мира состоялся торжественный митинг. С Днем военных моряков Архангел Огородцев поздравил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Орлов. Наши земляки по морю всегда являлись основой российского военно-морского флота. От Петровских времен и до наших временей. Сегодня наша молодежь сохраняет и приумножает традиции военно-морского флота в деле служения отечественной. В День ВМФ уже традиционными для Архангельска стал военно-морской парад. В этом году он проходил на Красной пристани, а принимал его контр-адмирал Владимир Воробьев, командир Беломорской военно-морской базы. Здравствуйте, товарищи противолодочники! Здравствуйте! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота Российской Федерации! Ура! 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 Незабываемым событием уходящего лета для архангелогородцев стал и день 85-й годовщины создания ВДВ. Один из самых ярких моментов праздника – показательные выступления 12 десантников. Его проводят по инициативе мэра Архангельска Виктора Павленко. Для Виктора Николаевича день ВДВ особенно дорог. В 1986 году местом его службы стал 108-й воздушно-десантный полк в Каунасе. Не зря нас называют крылатой пехотой. С неба в бой! Так было, так и всегда будет. Вы славные продолжатели традиций, героических традиций наших отцов и дедов. Десантников отличает не просто высокая выучка, знание и умение владеть оружием, но самое главное – высокий боевой дух. Поэтому всегда говорят, у нас рядом не просто друг, а брат. Поэтому и друг друга называем братаны. Никто, кроме нас! Слава ВДВ! С праздником! Праздничные мероприятия продолжались до позднего вечера. А завершительным аккордом стало исполнение гимна воздушно-десантных войск песни «Синева». Она как символ верности присяге и нерушимого боевого братства. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам. Эстафету патриотических праздников принял День физкультурника, основные мероприятия которого проходили на стадионе «Труд». К его организации правительство области и мэрия Архангельска подошли основательно. Сегодня развитию спорта в регионе уделяется большое внимание. У нас есть чем хвастаться и в большом спорте. Наши ребята сегодня уже занимают высшие места на пьедесталах почета, на чемпионатах мира, в различных видах спорта. И у нас есть хорошие массовые виды спорта и во флорболе, и, безусловно, нашим любимым хоккеем с мячом, где водник действительно является знаменем региона. Поэтому все это предмет заботы власти, и мы будем только повышать свое внимание и свое отношение к спорту. К 2018 году мы берем для себя обязательство создать в каждой школе спортивный клуб. Сегодня у нас ремонтируются спортивные залы, школы оснащаются спортивным инвентарем. В день физкультурника поле стадиона труд напоминало шахматную доску. Оно было разделено на квадраты секции, где каждый желающий мог попробовать свои силы в игровых, настольных и настенных видах спорта. Открывали программу состязаний дошколята, стремительно пробежавшие эстафету. Почему ты любишь бегать? Чтобы победить. Гвоздем программы стало пробное тестирование сдачи норм ГТО. Подтягивание, прыжки в длину с места, отжимание, наклон и рывок 16-килограммовой гири и стрельба из пневматической винтовки. Я считаю, что это очень важно, поскольку это оздоравливает нацию и объединяет ее, сплочает. На стадионе труд в рамках Дня физкультурника прошли соревнования по 13 видам спорта и региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2015». В последние выходные июля в России отметили еще один праздник – День работников торговли. Именно они призваны сделать процесс приобретения любого товара максимально комфортным. Специалистов сферы торговли накануне праздника чествовали в Архангельском городском культурном центре. Повысить культуру обслуживания, привлечь предприятия к работам по благоустройству и озеленению своих территорий – такова в этом году цель конкурса «С любовью к городу». Он проводится в шестой раз. В нем ежегодно принимают участие представители торговых центров, киосков, кафе, ресторанов, салонов красоты и ателье. Успешно дебютировал в конкурсе «Текстильный дом. Три нити» как результат работы – победа в номинации «Дебют». Мы каждый год оформляем территорию рядом с нашим магазином. Это у нас уже традиция. Для того, чтобы было какое-то приятное впечатление от салона. То есть это формирует, на мой взгляд, восприятие. Со словами благодарности за активную жизненную позицию и работу на благо города к собравшимся обратился мэр Архангельска Виктор Павленко. Она очень сложная. Работа с людьми, вот она всегда сложная. Надо всегда, говорят, покупатель всегда прав, да? Хотя бывает и не всегда. Но надо его обслужить. Надо, чтобы он товар купил. Надо товар представить так, чтобы вот это был лучший товар. Ну, что, рассказываю, вы это все знаете, профессионально исполняете. Все, кто получил из рук мэра Архангельска почетные грамоты благодарности, уверены, главный показатель успешности – это когда из множества торговых сетей покупатели выбирают именно твое. На сегодня это все. В студии был Артемий Заварзин. Хороших вам выходных и до встречи через 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин